Здравствуйте, мои маленькие зрители, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы будем читать новую, очень интересную сказку. Садитесь поудобнее и слушайте мою новую сказку, которая называется «Про корову Виолу». Жила-была корова, и звали ее Виола. Корова была красавицей, во всяком случае она так считала. Утром, полакомившись, корова смотрела на свое отражение в луже. Му-у-у, прелестная, говорила корова сама себе. Му-у-у, глаз невозможно отвести, высокая, статная, какая замечательная фигура. Му-у-у, моей выправке можно позавидовать. А какие у меня ресницы, вот бы их мне хоть раз накрасить, как это делают люди. Му-у-у, я бы выиграла конкурс красоты. Она мечтательно закрыла глаза и махала хвостом, тем самым приводя в полный восторг всех обитателей луга. Му-у-у, я тоже хочу такой хвост, как у коровы, просительно сказала маленькая лягушка с большими глазами. Ага, решила корова, раз кто-то на лугу желает иметь такой же хвост, как у меня, значит, моя красота заметна. И она гордо подняла голову. Но на хозяйском дворе красоту коровы никто не замечал. Ей было очень обидно, зато все замечали красоту павлина, его роскошный хвост и яркое перение. Но вот однажды на хозяйском дворе появился ученый гусь. Он стал громко восхищаться красотой коровы. Павлин вежливо заметил ему, что из всех обитателей хозяйского двора самым красивым является именно он. Его называют украшением двора. Га-га-га, у коровы особая красота, возразил гусь. Га-га-га, она царица, как красиво молоко, которое дает корова. Оно белое, как чудесная белая ночь. И ароматное, га-га-га, как нежный мед. А какое молоко полезное, в нем столько витаминов, красивых и полезных. А еще, га-га-га, скажу вам по секрету, молоко умеет убегать, совсем как суп и как дети. Ученый гусь еще долго рассказывал о молоке. Черноглазая ночь опустилась над лесом и рекой и хозяйским двором. Корова Виола тихо подошла к павлину и сказала, «М-м-м, ты красив, ты правда красив». «И я раньше не замечал твоей красоты, корова Виола, а теперь понял, что ты по-своему тоже красива». Наговорив друг другу кучу добрых слов, они разошлись по своим домам. Чудесная ночь уже царствовала вовсю. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. И завтра у меня будет для вас новая сказочная история. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok